Друзья, во второй части нашего тренинга «Энергия семейного благосостояния» мы подробно остановимся на тех моментах, которые по организационным и техническим причинам не вошли в первую его часть. В самом начале мы хотим остановиться на трех базовых понятиях, которые входят в название тренинга «Энергия», «Семья» и «Благосостояние». «Благосостояние» мы понимаем в самом широком смысле. Это благое состояние души. Это баланс и равновесное соотношение всех элементов колеса жизни и успеха. Конечно, у каждого человека есть свои особенности. Кому-то важно личностное развитие, кому-то здоровье, кому-то семья. У кого-то какие-то сегменты колеса жизни и успеха еще не актуализированы. Проще говоря, у каждого из нас свое колесо жизни и успеха. Но, тем не менее, оно есть. И баланс между его элементами – это очень важный принцип. И я хочу сказать сейчас очень важное. Каждый сегмент – это особая форма капитала. Все в совокупности они дают ваш совокупный капитал. И так еще раз. Финансы, здоровье, семья, знания, окружение, личностный рост и даже удовольствие – это формы вашего капитала. И вам нужно соблюдать баланс между этими формами. Потому что действительный рост вашего капитала осуществляется не за счет уменьшения капитала в других сегментах. Например, если вы хорошо зарабатываете, но делаете это за счет своего здоровья и уже тратите, или будете в перспективе тратить свои капиталы на лечение, то в сухом остатке ваш совокупный капитал не вырастет, а может быть, даже уйдет в минуса. То же самое можно сказать и о других формах капитала. Если вы добиваетесь финансового успеха за счет ухудшения отношений в семье, то в совокупности вы опять в проигрыше. Да, а для того, чтобы стать подлинно успешным, воспринимайте и финансы, и здоровье, и семью, отношения, которые у вас в семье, знания, которые вы накапливаете, то, какое окружение вокруг вас, какие люди, и свой личностный рост, и даже простые радости, удовольствия от жизни, все это воспринимайте как формы своего капитала, а все вместе как свой совокупный капитал. И тогда получается, что наша жизнь – это постоянное движение, но нужно соблюдать равновесие во всем. Это как езда на велосипеде. Мы движемся, но мы в постоянном равновесии. И тогда это истинное счастье, настоящая полноценная жизнь. Полноценное благосостояние. Именно об этом благосостоянии мы все время будем говорить. Несмотря на то, что мы сейчас подчеркивали важность всех сегментов колеса успеха, по нашему мнению, особое место занимает семья, как центральный элемент колеса жизни и успеха. И вот я хочу дать наше, я не скажу, что оно принадлежит нам, но именно в данном тренинге мы именно в этом смысле будем употреблять понятие семья. Наше определение семьи – это буквально как разделение этого слова на два состоявляющих корня. Семья – это ребенок, папа плюс мама. И у папы и мамы есть свои – папа и мама. Итак, в сумме у нас получается ребенок, папа, мама, бабушки и дедушки – это семь. Число семь – это целостность и атом нашего общества. Именно так мы рекомендуем рассматривать понятие семья. И в этой семье есть три поколения. Дети плюс папа плюс мама. Мы это будем называть периодически ядерная семья. Дети плюс папа плюс мама плюс дяди и тети плюс бабушки и дедушки – расширенная семья. И мы хотим подчеркнуть, что очень правильно и поможет вам быть успешными, если вы сможете рассматривать себя, свою личность и даже как неудивительность свое тело, как интегративную часть своей семьи. Системная психология убедительно доказала, что мы неразрывно связаны прежде всего со своей ядерной семьей. Ребенок, он как бы состоит из папы и мамы. А через ядерную семью мы связаны со всей расширенной семьей, со своим родом и народом. Члены семьи – это взаимосообщающиеся сосуды. У членов семьи общая душа и общая энергетика. Это довольно непростое представление, и я попробую его немного подробнее расшифровать. У каждого из нас в душе есть отражение папы и мамы. Можно сказать, что мы в каком-то смысле состоим из папы и из мамы. Кроме папы и мамы, в нашей душе есть отражение и других значимых людей, в окружении которых мы формировались. Чаще всего и больше всего это бабушки и дедушки. С душами этих людей, с их состояниями мы связаны. Это не всегда заметно, это не всегда очевидно. Но мы, как системные расстановщики, видим, что люди могут находиться на колоссальных расстояниях. Например, мама может находиться в Италии на заработках, а дочь находится здесь, в родном городе. И тем не менее, то, что происходит с дочерью, чувствует мама. То, что происходит с мамой, чувствует дочь. Несмотря на то, что между ними очень сложные, напряженные отношения. Множеством невидимых нитей мы связаны с нашими близкими. Хотим мы этого или нет. И от этих связей, от их качества, от их характера, от уровня их напряженности, многое зависит в том, что с нами происходит. Часто разрешение именно этих узелков, развязывание именно этих напряжений внутри человека, делает его успешнее в несколько раз. Именно такой смысл, слово семья, мы хотели бы использовать дальше в своем тренинге. И еще одно определение, это энергия. Всем хорошо понятное слово, но и мы сделаем небольшое уточнение. Энергия это результат взаимодействия полярностей. Между полюсами возникает сила, обмен, пульсация полюсов. И семейная энергия это результат взаимодействия базовой полярности человечества. Вот мы как-то говорим о человеке вообще, а на самом деле человек существует как бы в двух вариантах, в двух формах, в двух полюсах. Это мужчина и женщина. И именно мужчина и женщина составляют основу семьи, о которой мы только что говорили. Когда мужчина и женщина принимают решение связать свои судьбы, только тогда и возникает семья. Только тогда и объединяются в новое какое-то целое их папа и мама. Только тогда в результате их любви рождаются дети. Именно они основное звено в семье. И они полярны. Они разные. И именно потому вместе. Это очень важный момент, потому что очень бывает часто мужчина думает, что женщина должна быть такой, как он. А женщина в свою очередь думает, что мужчина должен быть такой, как она. Мы часто стараемся переделать своих любимых, ну или пытаемся, да, чтобы, вот смотри, я же вот такая, вот я же все делаю вот так вот. Ну, например, это к порядку в доме относится, да. А мужчина мыслит глобально, и он где-то далеко, у него свои мужские планы, и он может не видеть того, что у него рядом находится. И он другой в этот момент. И они могут хорошо дополнять друг друга. Женщина внутри сохраняет очаг, мужчина его оберегает снаружи. Но если не быть осознанными и не видеть этих различий, можно стремиться сравнять эти полюса. В этом парадокс. Мы именно потому вместе, потому что мы разные. Мы притягиваемся как плюс и минус. Но потом, когда мы вместе, оценивая поведение другого, мы почему-то оцениваем через призму самого себя. То есть через свой полюс. И тогда нам многое в поступках нашей жены, например, или у женщины в поступках мужа, кажется каким-то не таким, неправильным, или вообще растолковываются ошибочно. И тогда может возникнуть впечатление у женщины, что мужчина, например, ее не слушает, или вообще не обращает на нее внимания. А у мужчины может возникнуть чувство, что жена им пренебрегает, что она ему не доверяет. Возникают напряжения, возникают какие-то претензии, возникают конфликты. И люди, которые действительно могли, могут, и будут жить вместе долго, они начинают чувствовать отчуждение. И вот эта парадоксальная форма взаимодействия, она должна быть осознанна. Я еще хочу сказать, что мужское и женское, это может рассматриваться не только, как конкретно мужчина и женщина, но в душе каждого из нас есть мужская и женская энергия. Мы полярные, да. Каждый человек в какой-то момент он излучает ян-энергию, активное движение, целеустремленность. А в какой-то инь это расслабление, покой, ничего не делание, вот так можно сказать. Да, и такая мужская и женская энергия может быть как в мужчине, так и в женщине. И поэтому нам тоже нужно уметь правильно управлять ими, взаимодействовать, обмениваться этими энергиями. И такая же мужская и женская энергия есть внутри самой семьи. То есть между родителями и ребенком, или детьми, да, между, скажем, родителями, бабушками, дедушками, тоже идут разные типы энергии, мужская и женская. И обе они нужны, обе они важны. Они только вместе могут существовать. И вот Маша уже сказала о том, что для определения этих универсальных полярностей китайцы используют понятие ян-инь. Хочу маленькую деталь сказать, а потом будет интересно, что подобные понятия были и у наших предков, древних славян. Это лель и ляля. Лад и лада. Есть красивое слово лилить. Это такой нежный вариант, да, вот этих полярностей. Ладить, да. Ладить, да. То есть как бы налаживать, да, и находить общий язык, обмен, да. И вот очень важный такой смысл в этих словах. И хочу подчеркнуть, что мы сейчас говорили о трех базовых понятиях энергия, семья и благосостояние. Подчеркнуть, что они связаны между собой. Они взаимно обуславливают друг друга. И семья гармонична, если в ней правильно функционирует мужская и женская энергия. Если в ней не нарушены законы иерархии и равноценного обмена. Если в ней сбалансированы сплоченность и автономность. Внутреннее и внешнее. Изменчивость и стабильность. Власть и свобода. Такая семья является главным мотиватором для активности личности. Она наполняет ее энергией жизни и вдохновения. Ради такой семьи хочется жить, двигаться, развиваться, достигать. Эта семья привлекает в себе. И она сохраняет такую очень мощную энергию внутри себя. Которую проектирует и наружу. Именно такая семья привлекает подлинное благосостояние. Это будет и здоровье, это будет и финансовый успех, это будет и достижение каких-то творческих целей, и раскрытие личности каждого члена такой семьи. Именно о таком благосостоянии мы и говорим. И к такому благосостоянию направляем и нацеливаем и вас. И я хотел бы сейчас немного остановиться на высказанных мною в качестве такой фразы отдельных моментах основ семьи, в которой удается успех. В первую очередь законы иерархии и равноценного обмена. Дело в том, что в той семье, в которой мы говорили, есть три поколения. Есть бабушки и дедушки. Есть мужчина и женщина. Дети этих бабушек и дедушек. И есть ребенок. Это разные уровни иерархии. И правильное понимание, как взаимодействовать в этих отношениях, чтобы не нарушать отношения иерархии, это очень важно. Это основа правильного построения отношений. Очень часто мы, как психологи, сталкиваемся с ситуацией, когда, например, дочь является психологически сильнее и старше, чем своя мама. И она как бы мама для своей мамы. Или можем видеть, когда на улице идет ребенок, рядом идут папа и мама. Ребенок шкет совсем. Ему там, я не знаю, три годика. Он практически, собственно, совершенно молодец. Но он ведет себя так, как он, как будто он главный. Он же управляет всей семьей. Все слушаются то, что он делает. Да, или мама обращается по поводу поведения сына. И мы говорим, а что же и как? Она говорит, ну он же меня не слушается. Он говорит, а сколько сыну? А семь лет. И такое возникает удивление. И мама не всегда осознает, как же так случилось, что сын старше ее. И почему это происходит? Второй момент – это равноценный обмен. В этих отношениях равноценный обмен – основа взаимоотношений мужчин и женщин. Они равны в отношениях иерархии. Они создали семью вместе, они приняли это решение. И может быть кто-то, да, может быть мужчина считает себя важнее, считает себя как-то, да, вот выше. Ну, женщина может тоже на это претендовать. Но так или иначе они равны. И в отношениях обмена очень важно понимать, что если кто-то дает больше, даже с любовью, то он в конце концов чувствует какое-то недовлетворение. Если кто-то недодает, то это в конце концов приведет к кризису. И есть такая общая тенденция, я не буду ее абсолютизировать, но вот женщины с большей легкостью отдают, мужчины с большей легкостью принимают. Есть такая, ну, как бы распространенная ошибка, женщинам тяжелее принимать, а мужчинам тяжелее отдавать. Еще одна важная ошибка, еще одна важная такая вот особенность, что отдавая, делая что-то для другого, мы ведем по-разному счет своих заслуг. То есть мы по-разному насчитываем себе баллы. Например, мужчина может что-то сделать, и он может насчитать там себе 500 баллов, а женщина на то, что он сделал, может засчитать всего там 10 баллов. И мы-то думаем, что мы равноценно вернули, но есть ситуация, когда женщина это оценивает по-своему, мужчины это оценивают по-своему. Мужчины считают, что женщина, его жена несправедлива, потому что он так много для нее сделал. В ответ женщина считает, что несправедлива, потому что она так много для него сделала. И они не могут свести свои балансы. И у них получается, что каждый друг к другу имеет претензии. И это основа ухудшения отношений. А как понять, это универсальные такие-то балансы, или все-таки у каждого свое личное понимание, что для него важно. Например, нужно все конкретизировать, переводить на какие-то дела. Допустим, уборка в квартире, или покупка продуктов на неделю. Для женщины это может быть важно, и она может это высоко оценить. Для мужчины он как бы не задумывается об этом, и ему вообще не хочется это делать. Он может не понимать, что женщина это бы оценила на 20 баллов. К сожалению, такой дисбаланс, такое, скажем, непонимание, оно сейчас является чаще правилом, чем исключением. Много есть для этого причин. У нас сейчас нет возможности говорить обо всем. Но я, например, хочу сказать. Очень часто мальчики вырастают в семье, не занимаясь домашним хозяйством. Ну, потому что они ходят в школу, потому что мамы их жалеют, потому что, может быть, они считают, что мыть посуду для мальчика это зазорно. И они делают это сами. Мальчики не знают, да, мамы делают это сами. Мальчики не знают сыну этому. Они не знают, сколько сил, сколько... Потом, естественно, когда они попадают в свои семьи. Ну, это как-то само собой и стиралось, и готовилось, и убиралось. Да, все было само собой. И вроде бы как бы мама улыбалась. И она ничего не требовала. Да ничего не требовала. Ну, конечно, журмама будет требовать от своего ребенка. А здесь уже не мама, здесь уже жена. И она устает, и в принципе... Да, может быть, она ходит на работу, может быть, она растит ребенка, которому еще очень много нужно внимания женского. Да. Он палится на диван, но считает, что он устал, а вот... Он свои пятьсоточков заработал, он сходил на работу, да, все, достаточно. А то, как тяжело ей, ему непонятно, потому что, в принципе, не был в такой шкуре. И, к сожалению, хорошие, добрые, любящие друг друга люди постепенно накапливают такой вот капитал, в кавычках, взаимных претензий, взаимных обид. Я так много делаю, а она почему-то это не ценит. Ну, действительно, она много и сложно работает на работе. А она, супруга, понимает, ну, видит, как бы, ну, я вот и на работе поработала тоже, и, может, не меньше зарплату принесла, а еще домой пришла, и у меня тут вторая смена. И я еще и за детьми, и уроки, и все остальное. А еще такая деликатная вещь, еще муж вечером и секса захотел, да? Третья смена. Да, третья смена. Еще и хочется, чтобы это было как-то, да, вот по-особенному. Ну, вот, действительно, к сожалению, нужно всегда помнить о балансе и равноценном обмене. Когда эта тонкая, деликатная вещь решена, и мы осознаем, мы, я говорю, мужчины и женщины, мужья и жены, что мы взаимно много приносим в семью, и это из нашего общего труда возникает, вот это целое, то тогда и нет претензий, есть просто благодарность и радость. Радость от того, что у нас это есть, благодарность супругу, супруге за то, что он делает. И еще один такой важный момент, это вот сбалансированность, сплоченность и автономность. Сплоченность, на первый взгляд, кажется очень хорошим словом. Это когда все вместе, все так обнимаются, все так друг с другом, на улице за ручку, никто друг без друга никуда не идет, да? Это вот действительно на первом этапе отношений, идиллия, да, это по-другому и быть не может. Мы хотим быть все время вместе, мы хотим. Но через какое-то время, часто несинхронно, кто-то из супругов от этого начинает уставать. У нее есть такое ощущение, что он или она потеряли себя. И хочется временно, для вот какого-то ощущения, что вот я могу быть... Я это я. Да, я это я. Хочется отодвинуться. Другой супруг может воспринимать это как... Почему-то, как будто любовь закончилась, как будто... Это уже не нужно. Вот так. Тебе со мной скучно. И вот тут вроде бы на ровном месте могут возникать очень сложные вопросы, проблемы, потому что, например, мужчине нужно просто пойти куда-то, просто, может быть, побыть с мужчинами. Бывает такое и в обратном варианте, то есть женщине нужно пойти побыть с подругами. Мы как бы, да, в полярности мужчина, там, один полюс, женщина, другой полюс. Но когда мы вместе, мы немножко взаимно обнуляем друг друга. И нам, в принципе, полезно периодически бывать мужчине в компании мужчин, чтобы подзарядиться какой-то мужской энергией. Да, подзарядиться и набраться новых впечатлений, чтобы можно было чем-то делиться. Вот отдельно побыть и пообщаться в мужской компании, узнать новости о женщинам, женской, и заняться, ну, поговорить, посплетничать, рукоделие там, что-то. И тогда, собираясь снова, да, встречаясь снова друг с другом, в принципе, можно даже чувствовать какую-то новую яркость, новую, может быть, силу и свежесть отношений. Хотелось бы еще сказать о изменчивости и стабильности внутри семьи. Мы всегда стремимся сохранить наши отношения. Мы, когда вступаем в брак, я думаю, ну, практически редко кто, даже там как-то сам для себя думает о том, что это временно. Вот искренне люди, вступая в брак, любят друг друга и хотят прожить всю жизнь. Это стабильность. Но, вступая в брак, проживая годы, мы меняемся. Мы проходим через разные этапы наших отношений. Есть разные этапы развития семьи. Например, этап, когда только двое. Когда мужчина и женщина, они любят друг друга, они так бы проживают свой медовый месяц, медовый год или медовое пятилетие. И в результате их любви у них появляется ребенок. Но это очень большое испытание. Это очень большое испытание для и женщины, и мужчины. Закономерно, естественным ходом событий эта семья переходит на следующий этап. На этап, когда вот у них ребенок, маленький ребенок, который, ну, как... Вообще ребенок, ну, так много к себе внимания требует, естественным образом. Что все меняется. И хочется сохранить, хочется быть стабильным, но уже как-то нужно меняться, чтобы сохранить эту стабильность. Такие парадоксы. Чтобы сохранить стабильность, нужно измениться. И не всегда получается. Не всегда мы находим эту форму. И таких вот жизненных этапов, жизненных циклов много. Например, последний жизненный цикл, когда дети улетают из гнезда. Когда они уже выросли, остались только папа и мама. Уже старенькие или пожилые. Так, да, уже зрелого, так скажем, возраста. Они ушли. И им тоже, да, дальше нужно жить. Это новое изменение. И мне кажется, что когда мы вступаем в брак, у нас вот это слово «навсегда», оно затмевает. Мы много чего не знаем о психологии, мужской, женской, о психологии семьи, об этапах, о кризисах. У нас есть такое вот слово «навсегда», «я его нашла», «теперь мы будем вместе». И любое изменение в партнёре может восприниматься тогда очень болезненно. А на самом деле было бы очень хорошо, чтобы в начале нашей семейной жизни нам говорили, что если вы хотите быть вместе, вы должны быть постоянно подвижны и наблюдать за изменениями своими, супруга и в целом, как меняется ваша семья. И тогда вы будете переходить, каждое семилетие, может быть, чаще, на новый жизненный этап, на свой новый личностный виток. И вместе с вами ваша семья переходит. Я хочу сказать, что психологи определили уже чётко, точно, что каждые семь лет человеческая душа, личность обновляется. Он как бы становится другим человеком. Ну, если не совершенно, то по многому другим. И проживая семь лет вместе, супруги должны помнить, что выходили замуж, встречались, выходили замуж, а не за одного человека. А вот семь лет прошло, и они другие, и партнёр другой. То есть есть смысл, глубинный смысл вот таких понятий, как там, какая, бумажная свадьба, ситцевая свадьба. На самом деле вы должны снова найти и полюбить друг друга, потому что вы другие. И, может быть, даже с возвратом к этому цветочно-конфетному периоду, с какой-то романтикой, с каким-то таким наполнением, и это даст вам новый импульс. Потому что вы действительно заново, каждые семь лет, вы как бы заново женитесь друг на друга. А если этого не происходит, то это может затянуться в такой кризис, что вы будете жить вместе, но на самом деле вы давным-давно не в браке. То есть формальное сохранение отношений совершенно не означает, что семья… Нет близости между душами, нет понимания… Началось отчуждение, иногда душевное, иногда даже и сексуальное. Могут люди, мы удивляемся, конечно, по таким ситуациям, люди у нас консультируются, говорят, мы уже там 7 лет не живём сексуальной жизнью, вообще как-то странно это звучит. Ну вот может и так семья существовать, но, естественно, это уже не семья, это только видимость, формальность семьи. И нужно уметь сохранять стабильность через изменчивость. То есть не будет так, что нет, ничего не буду менять, и всё сохранить. Нужно уметь переходить в важные, сложные этапы жизни. И вот это чувствование, соединение, как бы контакт постоянный со своей половинкой, со своей супругой, с супругом, получил в науке, там, правда, оно употребляется в более широком смысле, и касательно всех явлений, даже не в живой природе, получил название синергия. Синергия. Греческие два корня, из которых состоит это слово, означают сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, общее дело. Синергия, она, возможно, не только в семье, но нам, мы так думаем, нам так кажется, мы как бы утверждаем это, что семья – это основная часть жизни, где нужно стремиться к этой синергии. Да. И сходясь, создавая семью, мужчина – это один, и женщина – это тоже один. Вместе они создают семью, новый квант энергии даёт рождение ребёнка. И тогда один плюс один становится три, не два, а больше. И вместе с тем, как рождается ребёнок, рождается атмосфера, рождается какой-то уклад семейной жизни. И всё это показывает, что это не простая сумма, а это гармоническое взаимодействие. Я хочу сказать очень правильно, Маша говорит, и для меня это очень близко и глубоко, но может как-то уйти отдельный смысл, который я хотел бы подчеркнуть. Когда мы объединяем энергетику, когда мужчина объединяется с женщиной, а женщина объединяется с мужчиной, то есть мы объединяем единичку одной энергии с единичкой другой энергии, то в результате вот этого объединения возникает энергия на три единицы. И именно из этой энергии может родиться. Сначала рождается союз, то есть третье – это отношение между. То есть люди встретились, они почувствовали любовь друг к другу, и они уже не просто один и один. Между ними есть отношения, их что-то связывает, они превратились в новое целое. И есть новый дополнительный квант энергии. На первый взгляд, этот закон нарушает закон сохранения энергии, который вы учили в школе, и который мы не пытаемся отвергнуть. Но вот интересно такое, что когда мы согласованы, мы как-то освобождаем дополнительную энергию, и она у нас появляется. И именно вот эта энергетика, энергия семейного благосостояния, энергия синергии – основа того, о чем мы хотим сказать. И в союзе мужчины и женщины – это любовь. Это в группе может быть групповое вдохновение. Когда, например, собираются на мозговой штурм, кто из вас, возможно, участвовал, а если нет, то рекомендую попробовать хотя бы когда-нибудь. Вы почувствуете, когда люди собрались, начали обсуждать какую-то тему, искать какое-то нестандартное решение, и они включились, они начали свободно думать, искать, и такое ощущение, как будто завелись. В хорошем смысле завелись. И вот так вот им приятные, и казалось бы, вот пришли угрюмые, да, сейчас вот их и не остановишь. И бывает такое же синергетическое слияние с природой, когда мы приходим куда-то на красивое место, смотрим, и вдруг ощущаем, как нас наполняет какая-то сила. Ну, мы обычно думаем, что эта энергия природы входит в нас, да, но это еще и энергия соединения – я плюс природа. И примеров такого взаимодействия синергетического мы можем навести еще много, но мы еще раз хотим подчеркнуть, что это способ получения энергии. Это, я бы сказал, секрет вечного двигателя. И если семье удается разрешить основные противоречия между ее членами, удается гармонизировать отношения внутри семьи и отношения с внешним миром в семье, то у нее в целом и у каждого ее члена энергия скачкообразно вырастает. Соответственно, повышается уровень финансов, у людей улучшается здоровье, изменяется даже способность получать удовольствие, да, радоваться жизни, в конце-то концов. Нам деньги для того и нужны, для того, чтобы радоваться жизни, получать то, чего мы достойны. У синергии есть еще и антипод. Такое понятие, как асинергия. Асинергия – это когда один и один – это уже минус один. То есть, когда взаимодействие двух единиц, двух людей, например, такое непродуктивное, что энергия уходит. То есть, эти люди обессилены после этого общения. Мы можем это наблюдать, когда любящие люди, например, сильно ссорятся. Скандали. Скандали, да. Когда есть ощущение, что эти отношения на грани разрыва. В момент скандала часто у людей подымается энергетика, но это происходит временно. То есть, они там взлятся, они ведут себя очень энергично, но в конце, когда все это заканчивается, я думаю, ваш опыт, ваша память подтвердит вам, если переживали подобное, чувствуется такое очень сильное опустошение. Вы не просто обнулились, вы не просто часть, какую-то единицу энергии выбросили. Вы ушли в минуса. И очень долго потом в душе остается какая-то боль, какая-то яма, какая-то пустота, и может даже прийти апатия. И все это может сказаться на здоровье, вообще успешности, на вашем финансовом доходе. И, к сожалению, нужно так отметить, что большинство современных семей утеряло гармонию в отношениях, и они преимущественно в той или иной степени не благополучны. Из-за этого та энергия, которая могла бы синергетически соединиться и дать новый подъем и новый всплеск, она находится в асинергетическом таком конфликте, она взаимно погашается. Мы как бы соединяемся для того, чтобы взаимно усилить друг друга, а очень часто, увы, очень часто происходит так, что мы соединяемся и мучаем друг друга, и наши силы уходят на войну друг с другом, хотя мы могли бы эти силы использовать для борьбы, или для развития, для, скажем, совместного роста. И вот именно об этом наш тренинг, о том, чтобы научиться суметь использовать энергию друг друга, энергию внутри семьи, не для борьбы друг с другом, там, родители с детьми, детей с родителями, родители с бабушками и дедушками, и вообще всех вместе, а для того, чтобы отношения изменились настолько, чтобы эта энергия объединилась, и она дала вот синергетический эффект, дала возможность развиваться, подниматься на новые и все новые, новые, новые ступени, и получать от жизни то, чего мы заслуживаем. Чтобы понять, какое взаимодействие, какое общение, с каким партнером даёт нам силы, даёт нам синергетическое вот это вот всплеск синергетический, квант энергии. Потому что очень часто люди воспринимают и любовь, и отношения, как что-то грандиозное на грани сил, на грани того, что я могу выдержать. И я так люблю, я так ревную, я так мечусь, я так хочу быть с ней. В итоге человек опустошён. Нужны ли такие отношения, сможет ли такое взаимодействие дать квант энергии, чтобы создать хорошую, прочную семью, чтобы там родился ребёнок, на которого хватало ещё сил. И быть в счастье, и быть в состоянии, когда много сил, это не скучно. Хотя многие люди почему-то воспринимают жизнь именно на грани выживания, на грани... Да, есть такая традиция, воспринимать жизнь как трагедию. И некоторым людям действительно, они так прямо и высказываются, это нас очень удивляет, что, ну, в принципе, а что? Ну, то, что такое скучное, такое вот никакое серое счастье. Всё хорошо, ничего не происходит. Иногда они выбирают, мы, конечно, всегда с уважением к этому относимся, они выбирают такие качели. Подрались, чуть не убили друг друга, потом помирились, у них яркий секс. Ну, и потом опять, и потом опять, и потом опять. Мне кажется, это потому вот люди могут сказать, что это скучно, потому что с энергией, которую нужно дальше вкладывать в дела, в развитие, в творчество, нужно самостоятельно что-то делать и выбирать. Это не все способны. А с той болью и с трагедией, которая на человека нахлынула, ничего делать не надо. Она его захватила, и она его движет в потоке, в своём направлении, там, высасывая из него соки. Но он так вот, знаешь, уходит в это. Просто. Но я хочу сказать, что не всегда человек и способен с этим сам что-то сделать. Да, возможно, если он уже попал в такую болью. У того, что мы сейчас описываем, есть сознательные и бессознательные, подсознательные причины. С сознательными человек может как-то разобраться, если он, скажем, захочет этого. А вот подсознательные и бессознательные часто управляют человеком как механизмом, как некий марионетка в зонеточке его что-то дёргает из глубин его подсознательного. И он как бы и не хочет так поступать, а как бы это с ним происходит. И часто люди, мы как раз и специализируемся на работе с подсознательным, часто люди говорят, я вот как бы и понимаю, что я делаю неправильно, а я ничего с этим сделаю. Вот со мной мне сказали какое-то не такое слово, да, или как-то не так посмотрели. Там муж пришёл, он бутылку пива выпил. Я уже не могу остановиться, я уже просто ненавижу его. Хотя понимаю, что в принципе, да, он там на работе устал, как-то захотел расслабиться и выпил всего бутылку пива. Вот мой папа, он вообще напивался до... Это пример из практики, да? Да, до полусмерти. И приходил и дома избивал всех. А муж вот просто бутылку пива и ведёт себя дома, как такой побитый и как бы провинившийся мальчик. А я всё равно на него злюсь, как на папу. Но это правда уже осознание в результате нашей работы. И понимание того, что вот там из детства на уровне подсознания, да, большая травма, и она просто была переносится на мужа. И тогда к мужу отношения. А когда мы поговорили, и когда действительно он очень много делает, он очень ответственный, он очень устает. Но всё-таки в вопросах синергии и ассинергии хочется немножечко округлить, что человек должен наблюдать, даёт ему эти отношения силы или забирает. Эта эмоция даёт ему силы или забирает. Деятельность, в которой он сейчас погрузился, вдруг она не принесёт сразу деньги, да? Всё-таки она его вдохновляет, даёт ему силы или забирает. И здесь очень важно понимать, могу я управлять, идти в эти отношения или разорвать эти отношения. Тогда делать это. Если нет, обращаться к специалисту, потому что это садомазохизм, когда я понимаю, что у меня всё это забирает силы, но я много лет хожу по кругу в этой работе или в этих отношениях. И достижение вот такого гармонического взаимодействия это длительный, многофазный, многоуровневый процесс. В этом процессе должны сочетаться усилия самого человека, его желания, его, скажем, энергии, и помощь профессионалов, работающих на уровне сознания, так и на уровне подсознания. Хочу сказать, что многие люди, особенно, кстати, мужчины, женщины в этом смысле, респект и уважение поступают не так. Но очень часто люди решают, что можно это самостоятельно преодолеть. И мы за самопомощь. И мы вообще подчеркиваем, что человек должен делать собственные усилия. Но, к сожалению, особенно если это касается подсознательных механизмов, то самопомощь имеет свои ограничения. Во-первых, она требует гораздо больше времени. Иногда, увы, это может быть длиной во всю жизнь. Кроме того, справиться с нарушением на уровне подсознания без очень высокой квалификации и внешней помощи, я думаю, почти что невозможно. Поэтому, обращаясь к специалисту, вы экономите массу денег и времени, которые, кстати, тоже, как мы знаем, стоят денег. Еще один такой момент, о котором хотелось бы и важно было сказать, что мы сейчас так подчеркивали, как мы зависим, и как мы являемся связаны с членами нашей семьи, с нашими папами, мамами, братьями и сестрами, если они таковые имеются, с бабушками и дедушками, что может возникнуть ощущение, что, в принципе, нужно поменять всех сразу или ничего не получится. Такая семейка. Да. Да. И тогда у человека возникает такое чувство, что, ну а что, ну вот я поменяюсь, они останутся такими же. И, в принципе, все вернется на круги своя. Мы хотим сказать, что если вовлечь в такую гармонизацию других членов семьи не удается, то есть возможность работать только с одним человеком, только с тем, кто это осознает, эту потребность и понимает эту важность. Это возможно только потому, что кроме прямой зависимости, мы зависим от них. Есть еще и обратная зависимость. Они зависят от нас. Конечно, если бы менялись и они, вам бы было бы легче. Но на самом деле, если меняетесь только вы, им тоже приходится меняться. Им приходится меняться. Изменения, правда, эти происходят медленнее, если бы менялись все вместе. Но они обязательно происходят. И они эти изменения того стоят. Если кому-то, одному, в данной конкретной дисгармоничной семье, удалось развязать узелки семейных переплетений, внутри самого себя, он изменил отношения к тому, что он увидел глубже, почему это происходит, он изменил собственную позицию, он начал понимать смысл, почему он ссорится, почему с ним ссорится, откуда это идет, то тогда постепенно изменения происходят не только в нем, но и с его близкими. Та цель, о которой мы говорим, та семья, в которой сгармонизированы отношения, это достойная цель, достойная этих усилий. И это окупится во всех отношениях, как мы уже говорили, и в здоровье, и в бизнесе, и в творчестве. Часто именно в семье Личность получает прямую кодировку на неуспех, которая записывается на уровнях подсознания и создает противоречие между сознательными целями, то, что человек осознает, проговаривает, к чему стремится, и бессознательными целями. Фактически это то, что у него получается. Почему? Что происходит? Как записываются эти кодировки на неуспех в бессознательных слоях? Ребенок, рождаясь, попадает в мир с непонятными правилами. Фактически это мир гигантов, в котором ему нужно выживать. Он не всегда понимает, что будет происходить через пять минут, через день, будут ли его кормить, будут ли его любить, и как нужно себя вести, чтобы выжить в этом мире. Из массы разрозненной информации ребенок старается, спешит делать выводы с целью уберечь себя от возможных неожиданностей и подготовиться к самозащите. И вот эти выводы, они часто закрепляются на всю жизнь. Сам человек меняется, условия жизни тоже меняются, а представления о мире могут остаться неизменными, могут превратиться в жизненный сценарий. Что такое жизненный сценарий? Это план жизни человека, весомнательно сформированный в детстве, под влиянием поведения родителей и жизненных обстоятельств, которые происходили в его детстве. И психологи определили, что уже до четырех лет сформировались основные сюжетные линии этого жизненного сценария. К семи годам закрепились основные поворотные точки. И в принципе человек начинает их реализацию. В юности, в молодости идет пересмотр своего жизненного сценария. Но если похожие события происходят и в этот период, то тогда закрепляется этот жизненный сценарий настолько прочно, что как бы человек не говорил, чего он хочет, он получит то, что записано у него на бессознательном уровне. Какие это события, которые могут сформировать? Какие это нежелательные события, сложные? Смерти близких, любимых людей. Это, например, ребенка отдали в детский сад очень рано. Это могут быть ясли еще там. Старшее поколение знает, что это еще до года, иногда несколько месяцев дети попадали в ясли и там с ними обращались. Как повезет, какими окажутся те нянечки-воспитатели, которые рядом. Дети попадали в больницы и тоже там переживали очень сложные состояния. Страх, одиночество, боль. И все это, когда ты маленький и беззащитный, и ты отдельно от папы и мамы. Какие-то события, которые даже, может быть, взрослый и не придают особого значения. Ребенок что-то нарисовал, выразил себя. Не может это сделать еще красиво. Он сочинил стихотворение или нарисовал какую-то картинку. Он принес ее к маме с любовью, с восторгом, с ожиданием, что это ей понравится. Но мама каким-то причинам, своей, может, неудовлетворенностью в жизни, как женщиной или проблемами на работе, она не захотела посмотреть. Может быть, она рассердилась на этого ребенка чуть раньше. Это реальный пример. Когда обида за его поступок несколько дней назад сдала такой всплеск, что мама разорвала рисунок, и тогда у ребенка остается травма, он в недоумении, как он хотел себя представить, миру выразить, а его вот так приняли. То есть фактически разорвали его труд. И тогда записываются разные сценарные сюжеты. Это, например, ты никчемный, у тебя ничего не получится. Все, что ты делаешь, это ерунда, это никому не интересно. В мире много боли и одиночества. Да, это вот если ребенок попадает в больницу. Может быть, еще такое, что родители посылают послания такие «Не расти». Казалось бы, они восхищаются маленьким ребенком, радуются, умиляются его поведением. Но ребенку понятно, что пока он вот такой очаровательный и маленький, это здорово, и он всеми любим. Тогда послание «Не расти» не дает ребенку, не дает уже юноше, девушке в взрослом возрасте реализовываться по-взрослому в мире. Он все время сползает к каким-то инфантильным поступкам, шагам и в отношениях себя ведет. Также надеясь заслужить любовь партнера. Это вот послание «Не расти» казалось бы очень сильно. Дети восхищаются, умиляются своим ребенком. Послание «Не думай». Это тоже вот такой момент, когда ребенок пытается выражать в себя какие-то мысли, какие-то правильные слова подбирать. А родители так требуют его по головке и так вот снисходительно на него смотрят. То есть не пытаются ему помочь вырасти в этом мире. Просто умиляются. Просто вот мы тебя любим таким, каким ты и есть. Часто это нехватка отцовской такой энергии, когда ребенок должен заслужить любовь в этом мире. Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем расти и следовать своим целям. «Не живи» или «Не существуй» тоже так часто такое послание. Это когда родители даже невзначай могут сказать «Да, вот ты родился, а мне пришлось бросить институт». «Да, у меня была очень тяжелая беременность, тяжело мне было, когда ты был маленький». У ребенка есть ощущение, что он помешал. Не дай бог родители разошлись после того, как появился он на свет или в первые годы его жизни. Тоже ощущение того, что он помешал родителям. И «Не живи», «Не существуй», как вариант «Не проявляй себя» это тоже очень частое послание. И это вот такие жизненные сценарии или эпизоды, которые крайне сложно потом преодолевать на сознательном уровне. То есть нужна работа с бессознательным, нужна постоянный личностный рост и отслеживание. Откуда во мне эта эмоция? Как давно она появилась? Какие обстоятельства этому способствовали? Например, чтобы лучше понять, какие жизненные послания или какие жизненные сценарии сформировались у вас еще в раннем детстве, попробуйте ответить на такие вопросы. Например, вспомнить свое первое воспоминание о детстве. Вспомните, что говорили ваши родители о том, какая ваша семейная история, миф семейный о вашем появлении на свет, насколько вы были желаны, в честь кого вас так назвали. очень важно, что советовали вам чаще всего, давали какие-то такие вот наставления отец и мать. За что сердились на вас ваши отец и мать чаще всего? Каковы были ваши ответные чувства? И что бы вам хотелось поменять в ваших родителях, если бы вы могли? с чем вы не согласны были в их поведении? И очень важно еще, что вы думаете о своей жизни, в каком возрасте вы умрете и что напишут на вашей могиле? Это тоже к варианту понимания, что такое наш жизненный сценарий, о чем ваша жизнь. В бессознательном пласте мы уже несем очень много ответов на то, какой должна быть наша жизнь. Варианты жизненных сценариев очень различны. Примеров можно привести множество. И каждый сейчас подумает, какой это жизненный сценарий в его исполнении. А я приведу несколько примеров, как это складывалось в жизни других людей. Например, одна женщина обратилась к психологу с проблемой, что как только в ее жизни начинает что-то налаживаться и складываться, когда она в общем-то чувствует себя успешной и счастливой, она заболевает, с ней происходят неприятности по здоровью, которые полностью выбивают ее из колеи. И она не может уже быть успешной, целеустремленной и отдавать много сил в те дела, которые требуются эти силы отдавать. И тогда в работе было выяснено, что родители в общем-то обращали на нее очень мало внимания и дарили ей тепло и заботу ту, в которой она маленькой девочкой нуждалась именно в тот момент, когда она болела. И на бессознательном уровне у нее записался такой сценарий. На тебя обратят внимание и ты будешь нужна, ты получишь поддержку, только если ты будешь болеть. Один такой вариант. Или допустим вариант, когда родители так волновались, чтобы у ребенка получалось все хорошо, что стремились участвовать во всех его делах. Они помогали ему делать уроки, они помогали с тренировками, как могли, стимулировали, участвовали. И все бы хорошо, но у ребенка записался такой жизненный сценарий, что я ничего не могу сделать без родителей. Я не могу быть самостоятельным и успешным. И тогда такому человеку крайне сложно достигать поставленной цели без помощи кого-то значимого. И он, в общем-то, может быть успешным, но только на вторых ролях. Никогда он не станет руководителем или не станет владельцем фирмы, бизнесменом, потому что он всегда чувствует, что есть кто-то главный, который должен ему помочь. Вот такие варианты. И здесь осознанная цель сделать то, что родители не одобряют. Это стать самостоятельным у этого человека. Как бы есть такая цель добиться успеха, но бессознательная цель это подтвердить правоту родителей, потому что они главные люди в его жизни были на тот момент. и записался такой жизненный сценарий. Я хочу сказать, что после таких историй возникнуть ощущение, что ну как бы на всю жизнь, что вот это уже случилось и этого уже не изменить. Особенно если вы знаете в своей уже истории жизни что-то подобное и что-то уже с вами происходило и ваши усилия не завершались ничем. То есть вы пытались выскочить из закономерности этого замкнутого круга. На самом деле все время замечали, что снова и снова это повторяется. Действительно сила этих жизненных сценариев очень велика. Но это не на всю жизнь. Это может быть и должно быть изменено. И уже если вы увидели свой жизненный сценарий, если вы уже осознали какие-то его части, то это уже первый шаг к освобождению. Движение к успеху часто бывает очень противоречивым. И напоминать движение по кругу или такие своеобразные качели то вверх то вниз. Человек может двигаться по такому простому алгоритму успех, кризис, обнуление, он снова поднимается на ноги, снова успех, кризис, обнуление. И вот это явление в коучинге получило название финансовый термостат. Наши исследования привели к открытию энергетического термостата. И по нашему опыту, по нашим наблюдениям, финансовый термостат это только частное проявление энергетического термостата. Попробую кратко объяснить, что такое энергетический термостат. У каждого человека есть какой-то оптимальный объем энергии, которым он может безопасно пользоваться. если этот объем у него резко вырастает, то как в анекдоте, что капля никотина убивает лошадь, а вот хомячка просто рвет на куски, этот объем энергии вредит ему. И я это знаю на собственном опыте. У меня был длительный период, когда я занимался медитацией. И в процессе этой медитации я накапливал энергию, я чувствовал ее подъем, я чувствовал ее приятное насыщение, наполнение моего сознания, моего тела. Но потом в процессе дня происходили какие-то события, происходили какие-то ссоры, какие-то моменты, которые меня раздражали, которые вызывали такой всплеск энергии и выброс ее. В результате я терял энергию. Иногда я терял ее в таком объеме, что это было даже ниже, чем я до медитации. И когда это повторилось один, второй, десятый раз, когда я просто заметил это как закономерность, как вот такой круг, который повторяется и повторяется, я задумался, что же происходит. И понял, что подъем энергии внутри меня, он обострял какие-то мои противоречия, какие-то нерешенные еще внутренние проблемы. И имея больший объем энергии, я более сильно, более так, с большей страстью реагировал на окружающее меня событие. И получалось, что я сбрасывал энергию. И в целом и среднем, я все равно имел тот же самый объем, с таким даже иногда колебанием в минуса. И до того момента, пока я не разрешил в себе вот эти противоречия, то, что меня раздражало, то, что меня заводило, то, что вызывало конфликты, до тех пор мой энергетический термостат таки оставался на этой величине. Так вот, я хочу сказать, что, еще раз подчеркнуть, что наш финансовый термостат напрямую связан с энергетическим. Если человеку неожиданно со стороны приходит какая-то очень большая сумма, ну, например, выигрыш в лотерею, то тогда он, получая эту новую энергию, потому что деньги это концентрированная энергия, может просто не выдержать ее. Эта энергия может резко обострить все его внутренние какие-то до этого даже незаметные недостатки, какие-то блоки, какие-то реакции, и тогда его просто несет в разнос, как показывает биография многих выигравших джек-поты, об этом мы уже упоминали. И его, опять же, как в этом анекдоте, буквально просто рвет на куски. Поэтому жизнь нас своеобразным образом как бы оберегает вот этого неожиданного такого печального фиаско, оберегает от того объема дохода, который может просто нас разрушить. То есть этот эффект он совершенно не против нас, он просто такой защитный клапан, защитная система, которая не позволяет нам до определенного момента поднять и уровень энергии, и уровень финансовых достатка и дохода, чтобы это не разрушило нас. Наше второе открытие в этой области это то, что и финансовый и энергетический термостат действует преимущественно не на уровне отдельной личности, правда на уровне отдельной личности он чувствуется как-то более отчетливо, человек может это сразу заметить, а на уровне целой семьи. Опять же по опыту своему и людей, которые меня окружали, я увидел такую на тот момент очень необычную странную закономерность. Если доход одного из членов семьи вырастал, например, получал более высокой должности или начинал заниматься бизнесом, то как-то неожиданно доход другого члена семьи, у них совокупный был доход, зарабатывали вместе, резко падал. И опять же вместе, когда они подсчитывали уже то, оказывалось, что почти не изменился доход, как в сухом остатке все оставалось на том же уровне. И бывали и другие случаи, когда человек действительно хороший приток финансовый, кто-то заболеет, что-то случится, автомобиль сломается, или еще какие-то неожиданные совершенно расходы. Не знаю, может быть, ребенку нужно поступать в университет, высшее учебное заведение, и все равно деньги держатся на таком уровне. То есть, очень важно понимать, что это не личное только явление, это явление всей семьи. И семья, как целостность, она вот именно и требует нового скачка, нового подъема. Поэтому мы так концентрированно обращаем внимание на то, что это касается не одного человека, а целой семьи. Есть еще одно наблюдение, что часть людей, сталкиваясь с этим противоречием, поступает подобно Александру Македонскому, который, не сумев развязать знаменитый Горде в узел, взял и разрубил его. Вот такие люди отдаляются, отделяются от семьи и таким образом обрубывают оттоки финансов, которые сводят почти на нет все их усилия и становятся в результате частично одинокими или вообще одиночками по жизни. В таком случае они действительно часто становятся гораздо более успешными, гораздо более богатыми. Я увидел, часто бывает такая ситуация, когда супруги разошлись и до этого ничего не понимали, только разошлись и буквально за короткое время у них происходит финансовый взлет. С одной стороны, хочу сказать, если они были в ас-энергии, если бы они были в конфликте, то это еще проявление того, что они перестали тратить силы свои, свою энергию на борьбу друг с другом. И когда они разъединились, у них произошло освобождение энергии, и теперь они из-за этого резко увеличили свое благосостояние. С другой стороны, они все равно потеряли. Часто люди выбирают такую динамику и живут по принципу либо успешный и одинокий, либо бедный, но в семье. Иногда, кстати, именно вот это приводит, когда, например, кто-то из членов семьи начинает зарабатывать, а это приводит к конфликтам в семье, к какому-то обострению, хотя бы потому, что он, например, редко дома или часто бывает раздраженным, уставшим рабочего дня, то в конце концов почувствовал, что семья ему дороже, он может как-то разрушить свой успех и в конце концов отказаться от этой прибыли и успокоиться над том, что в семье порядок, в семье спокойствие, в семье равновесие наступает, и так может быть лучше. Снова действительно есть такой вот грустный выбор, грустный выбор до тех пор, пока мы не найдем причину, глубинную внутреннюю причину, либо успешный одинокий, либо бедный, но в собственной семье. Еще одним из проявлений дисгармонических отношений, но уже в родительской семье, в которой вырос человек, в которой он сформировался, является нарушение баланса самооценки. Самооценка это очень важно. Если у вас нарушена самооценка, то это будет очень сильно мешать вам. Обычно когда говорят о самооценке, о нарушении самооценки, то говорят о заниженной самооценке. Но я обращаю внимание на то, что таким же, а может быть еще даже более серьезным ограничением является завышение самооценки. Притом есть еще один вариант, когда завышение и занижение как-то парадоксально соединяются в одном и том же человеке. С одной стороны человек ставит себе задачу, он говорит, я должен сделать очень хорошо, я должен сделать на самом-самом высоком уровне, я должен это сделать так, как этот мировой знаменитый мастер, он ставит перед собой такую задачу, при том в беседе, когда мы работали с такими людьми, мы говорим, ну снись планку, ну это как-то не совсем реалистично, нет, только самые высокие требования. И потом, естественно, в процессе реализации своего стремления к своей цели, он сталкивается с тем, что он не получает 100%, даже если он получает 60%, это такая высокая цель, это классный результат, это обалденный результат, он все равно чувствует себя как неудачником, ничтожеством, обнуляется, и тогда уже на следующем этапе уже как бы происходит переход к заниженной самооценке, у него депрессия, апатия, и все его достижения, они как бы не реализовываются. Может быть даже вот такое колебание и в каких-то более маленьких периодах времени, когда человек например хочет выступить перед людьми, сказать пламенную речь, действительно готовится, действительно болон сил и надежд, и жизнь ему дает такую возможность, он выходит на сцену и тушуется, и вот он полностью обнуляется, даже после успешного выступления он может чувствовать какое-то неудовлетворение, какое-то внутреннее угрызение, какие-то раздражения, что не дает ему возможности до конца самому себе поставить хорошую оценку и сказать все классно, я двигаюсь дальше. Вот такие качели, они в принципе часто заложены очень давно в нашем детстве, имеют свои глубинные причины, и если у вас такая ситуация, вам стоит поискать ее. У каждого из людей это индивидуально, это множество, множество может быть различных вариантов, и мы сейчас не сможем дать вам конкретный ответ, конкретно для вас, мы просто обращаем ваше внимание, что такая закономерность негативно влияет на вашу успешность. Разрушать успех может и другая динамика, разрушать успех может и другая динамика под названием головокружение от успеха. Именно она часто делает успех и неуспех цикличными. При этом главная причина проявляется не в момент движения к успеху, а уже на вершине успеха. Именно в этот момент человек совмешает массу ошибок, которые неумолимо ведут его к новому кризису, к новому состоянию неуспеха. И не всегда человеку, и даже тому, кто ему помогает, это очевидно. Не всегда это можно заметить. Человек задумывается над тем, что же происходит, и обращается за помощью именно в момент, когда он опять внизу, когда у него опять кризис, когда этого не видно. В момент неуспеха он совершенно в другом состоянии, но в момент успеха в нем рождаются какие-то новые качества, или проявляются точнее, извлекаются из его глубины новые качества. И именно тогда, когда у него казалось бы все хорошо, у него происходит то, что ведет его к новому кризису. Успех это одно из самых больших искушений, это испытание, которое успешно проходят немногие. Это как бы кризис на выворот. Поэтому хочу сказать вам, двигаясь к цели, не забывайте о том, что на самой вершине вас ждет наиболее сложное испытание, самый сложный кризис, головокружение от успеха. И тогда вы пройдете этот кризис успешно, и ваш взлет на этот раз не станет очередным падением. Основа энергетики семьи является энергетика взаимоотношений между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, отцом и матерью. И именно этот огонь, который возникает между любящими супругами, и следует называть семейным очагом. Его необходимо оберечь, поддерживать. И энергетика любви должна сохраняться во всех сферах жизни и отношений. От секса до работы по дому. Вообще в процессе осмысления феномена секса мы пришли к такому выводу, что под понятием секс, который обычно понимается узко, нужно понимать не только физическую их психологическую близость мужчины и женщины. Ну а всю совокупность отношений между парой любящих друг друга мужчины и женщины. Да, и хорошо известно например изречение, что мужчины ради секса готовы даже на любовь. А женщины ради любви готовы даже на секс. И вот в этом изречении в нем секс и любовь как бы противопоставляют, друг другу. Ну а на самом деле они стоят на одном сущностном уровне. Они являются взаимодополняющими частями фрагментов единого круга любовных отношений. Вот такое очень хорошее название и я думаю что оно вам запомнится круг любовных отношений. И в этом круге любовных отношений секс в форме телесного взаимодействия ну я как мужчина скажу конечно занимает центральное место в форме телесного взаимодействия. Но не исчерпывает всех отношений. Отношения любви, любовные взаимоотношения больше. Они охватывают все что происходит между мужчиной и женщиной которые любят друг друга. они касаются вопросов организации совместного быта, воспитания детей, отдыха, досуга которые мы проводим вместе, вопросов личностного роста, творчества, бизнеса и даже работы. Даже если она где-то не вместе а отдельно. Но тем не менее наше отношение к тому что происходит с нашим близким человеком на работе это тоже часть круга любовных отношений. И везде в этих сферах происходит взаимодействие сознаний движений энергии мужчины и женщины. Пусть это происходит не на всех уровнях на которых происходит секс в обычном смысле слова на других уровнях и чакрах но это все равно любовное взаимодействие мужчины и женщины. Все об этом знают но почему-то все забывают что об этом обязательно нужно беспокоиться обязательно это нужно беречь. Да и очень важно и это взаимодействие может быть таким же вкусным таким же телесным и здесь сразу вспоминается что женщина она кормит своего любимого мужчину когда он приходит уставший и даже есть такая пословица что путь к сердцу мужчины лежит через желудок да да ну и правда очень здорово когда мужчина возвращается уставший такой весь голодный какой-то съеженный потому что отдал очень много энергии внешнему миру приходит домой и там что у нас есть вкусненького что у нас есть поесть и женщина она такая колдунья в этот момент она уже наварила борщ или какое-то другое блюдо она по щепотке добавляла туда соль специи она думала или может быть это происходило все быстрее да некогда задумываться когда столько дел но она давала в этот момент частичку души в это блюдо в это приготовление и мужчина наслаждаясь он приходит уставший он так почмокивает он так это ест но это очень сексуально когда вы можете красиво и вкусно сготовить а мужчина это с любовью с радостью насладиться этой едой или например еще такой момент что вот мужчина звонит да звонит в какой-то момент женщине что я вот еду домой может быть что-то по дороге мне захватить купить вот он беспокоится о совместном их быте он беспокоится об их очаге о том чтобы все было в порядке и это в какой-то момент может быть так приятно если вы задумаетесь что такая душевность от этого веет такая теплота внутри ну это почти как поцелуй в эрогенную зону для некоторых женщин для которых важна забота важна помощь мужчины или простое беспокойство любимое как у тебя проходит день да я вот тут где-то в дороге в пробке в метро на светофоре где угодно да остановился и что-то у тебя там спросил или пожелал тебе хорошего дня ведь это все длинная прелюдия красивая к тому же пику когда у нас действительно телесная близость а некоторые женщины они вот так и говорят не хватает прелюдий не хватает предварительных ласк вот все все наше общение совокупное то есть и воспитание ребенка это может быть тоже очень интересно как это выстроено насколько женщина позволяет мужчине быть лидером в этих моментах насколько она радуется тому что он участвует в воспитании ребенка и ну и все другое что у них получается совместно это может быть прелюдий и хочу сказать что всем мужчинам нужно знать помнить к сожалению не часто об этом рассказывают или где-то дают понять в момент когда они растут и формируются что только тогда когда женщина получает от своего мужчины внимание заботу понимание уважение преданность признание только когда тогда когда мужчина подкрепляет своей женщине ее чувство уверенности в себе в чувство что она все делает правильно у нее поднимается в сердце часто на уровне горла и груди поднимается волна любви и желания я открою мужчины вам очень важный секрет именно эта энергия когда она появляется у женщин и переходит именно к вам наполняет вас вашу душу и ваше тело эта энергия делает вас успешными я это явление назвал может быть немножко странно финансовая эрекция то есть вообще деньги это мужская энергия но это только вершина айсберга на самом деле у мужчины эта энергия как и сексуальное возбуждение возникает тогда когда он получает от женщины любящей женщины любовь и тогда за спиной раскрываются крылья тогда он готов свернуть горы действительно стремится что-то делать и у него обязательно что-то получается пусть может быть на первых порах что-то не такое значительное он покоряет одну вершину вторую следующую именно это увеличивает его успешность правда важно помнить это уже я хочу сказать женщинам что мужскую энергетику в мужчине поднимает внимание к его быту да и забота о нем еще некоторые такие моменты которые к сожалению часто сейчас в современной жизни по разным причинам упускаются или даже как-то полусознательно нарушаются чувство доверия женщина если она доверяет своему мужчине да если она знает вот он может даже что-то сделать не так он может как-то вот ошибиться но она с доверием ждет пока он найдет правильное решение да она знает что у него все-таки получится то тогда у него и есть финансовая эрекция тогда у него есть желание добиваться а скажу вам так скажем собственного опыта если женщина тебе не доверяет если ей хочется все время как-то ну тебя отрегулировать чуть-чуть улучшить переделать как-то да вот сказать это знаешь ну все классно но вот здесь то как бы вот извините за то же это самое все опускается внутри и не только и пропадает всякое желание пропадает всякое желание действительно исчезают эти крылья и возникает наоборот уныние очень важно чтобы женщина принимала мужчину таким как он есть ну таким да вот в принципе она ведь его полюбила таким как и он есть у мужчин есть ахиллесова пята очень глубоко у них спрятан страх и неуверенность в самом себе потому что все время им ставили завышенные требования они еще были маленькими мальчиками им говорили ты должен не бояться ты должен терпеть боль ты не должен плакать они всегда с этими завышенными требованиями себя сравнивали получалось да ничего нифига у меня не получается мне хочется плакать но я вот удержусь вот не буду этого делать но буду стараться но каждый раз из-за этой завышенной планки да из-за этих каких-то чрезмерных и по возрасту и может быть по ситуации требований у них всегда такое ощущение а я неудачник у меня не получается силой воли какими-то такими внешними проявлениями мужчины часто скрывают это и очень качественно и очень хорошо но все равно это такая очень уязвимая точка в мужчине и даже очень мужественный по-настоящему сильный мужчина от удара любимой а перед любимыми мужчина любимыми женщинами мужчина беззащитен от удара так скажем от сомнения в том что он на что-то способен он скукоживается он чувствует такое очень сложное тяжелое неприятное состояние и у него в ответ женщина вы этим не стимулируете вы просто убиваете желание что-то делать и чего-то добиваться и в лучшем случае он просто выдержит удар просто выдержит точно вы этим ему не поможете а можно доверием и принятием его таким как есть наоборот пробудить в нем крылья даже в человеке который может до этого извините действительно был неудачником а вы ему дадите эти крылья вы ему поможете почувствовать в себе силы и он шаг за шагом может подниматься и превращаться действительно в настоящего мужчину очень важна признательность очень важна признательность и благодарность для женщин это тоже не всегда заметно и понятно они очень много делают да и они в принципе видят что старается мужчина и им странно может быть понятие вот часто советую женщинам и не сразу первая реакция удивление я говорю женщине которые консультируют а ты говоришь моему своему мужу спасибо ты благодаришь его например за то что сегодня не был тяжелый рабочий день он пришел да ты ему говоришь нет я спрошу почему она судебно говорить не знаю а это понимаешь что в принципе он устал у него внутреннее напряжение да если бы ты ему сказала спасибо может быть ему не нужно было выпить бутылочку пива которых ну что что тебя раздражает да да возможно это попробуй может быть действительно если ты будешь каждый раз говорить ему оценивать его заботу стремление на самом деле когда я расспросил действительно я почувствовал что мужчина очень достойный когда он будет это чувствовать у него будет меньше тревоги и беспокойство внутри и ему не нужно будет для этого прибегать каким-то внешним да транквилизатором внешним этим самым очень важно очень нужно это опять за открываю секрет очень нужно мужчинам восхищение если вот тоже какая-то ошибка воспитания если он считается 6 хвалить то захвалишь он будет задавака это зазнается такое да действительно это иногда бывает но намного реже чтобы вообще как бы это использовать как правило да чтобы не восхищаться тогда когда мужчина в чем-то достоин именно восхищения ну и обязательно одобрение поищения женщины я раскрываю вам важный секрет финансовой эрекции если вы будете это делать для мужчины то у него появится желание заботиться о доме и делать все все что вам нужно и чего вы так от них требуете к чему вы так стремитесь это делает успешным мужчинам это делает успешным семьям все таки хочется подчеркнуть что он включает в себя взаимодействие мужчин и женщин во всех сферах их жизни это и телесная близость конечно секс в узком его смысле слова и заработок удовлетворение материальных потребностях семьи то как вы это делаете как вы находите и соотносите время для себя и для заработка и сфера воспитания детей насколько совместно это у вас получается досуг как часто вы отдыхаете вместе и как часто вы даете возможность друг другу побыть отдельно конечно же это и сфера здоровья и заботы друг о друге это и много и в то же время это круг это все еще хочу сказать что круг любовных отношений включает себя все виды любви вот древние греки описали несколько видов любви и вы не заморачивайтесь на греческих их названиях но сам смысл я думаю очень важен понятен смысл слова эрос сексуальное влечение слово филия это вот тут любовь дружба сторга родительская любовь к детям агапы детская любовь к родителям и прагма любовь забота любовь благодарность я думаю что самым лучшим основой отношений но это мое личное такое убеждение является любовь дружба любовь когда двое равных понимающих друг друга человека идут по жизни рядом и относятся друг другу другу как друг но все остальные виды любви важны и нужны тоже если например женщина будет испытывать к своему мужчине немножко чувства как будто к своему ребенку моменты когда это нужно да и до бережно но это не будет доминировать не станет основной темы отношений и она не превратится в мамочку для своего мужчины да что на что часто женщины жалуются но на самом деле в принципе они это делают иногда самостоятельно слишком слишком опекают а и мужчина в принципе тогда действительно скатывается в детское состояние так вот себя и ведет в принципе а зачем ему при такой маме рядышком с такой мамой быть каким-то активным да иногда он если активен то получает да по полной программе делась попытка постоянно контролировать и переделывать будет мужчина в такую регрессию в детский возраст когда это делала мама регулярно и тогда ему как-то само собой начинает скатываться беспомощности но если мужчина заболел устал и вы проявите заботу до принесете плед тапочки не знаю побеспокоитесь о том чтобы там горячий чай ему подать это будет трогательно и наполняющим также хочу сказать что если например женщина испытывает иногда к своему супругу чувство подобное то которое она испытала к своему отцу а он испытывает подобное же чувство как отцовскую заботу как бы к дочери в этом тоже ничего плохого нет и когда мужчина дарит женщине подарки и говорит девочка моя да и трогательно там гладит ее обнимает и в этот момент замирает сердце потому что мы еще помним как это было в детстве хорошо чувствовать сильную поддержку рядом а может у кого-то этой поддержки было очень мало и все равно душе необходимо наполниться этим опять же важно важно да чтобы не переходила за определенные границы да то есть не становилась доминанты в отношениях потому что иногда такое скажем соотношение мужчина папа жена ребенок дочь может привести к тому что мужчина будет пытаться контролировать как ее поведение да ну относиться как то сказать с превосходством но то есть если это переходит определенные разумные границы то это превращается действительно негативные моменты а в определенных небольших дозах это только украшает только дополняет наши отношения и хочу с может быть наиболее самой проблемной формой любви эта форма прагма прагматическая любовь да как бы практицизм такой да вот часто очень обижаются он меня использует она меня использует вот такое но на самом деле мы ведь действительно рядом друг с другом для того чтобы получить заботу для того чтобы получить поддержку живем в материальном мире в нем очень многое да вот устроено именно так и если женщина или мужчина обращает внимание на эти вопросы то это правильно и хорошо опять же если это не превращается в единственный мотив я хотела сказать что вот правами да очень важно видеть где идет обмен это может быть разделение каких-то сфер если мужчина берет на себя больше материальную сферу финансовую когда он снабжает семью женщина возможно тоже зарабатывает или нет это уже как но она берет другую сторону наберет сторону уютного быта приготовления пищи заботы больше заботы о детях и мужчине это тоже важно и здесь вот соотношение что я отвечаю за это ты отвечаешь за это это вот такой прагматический момент действительно в нем нет ничего плохого если все это дополнено и эресом и филии да и каким-то детско родительским моментами отношениями да и мужчина может испытывать любимой женщине целый спектр разнообразных чувств чувственное желание дружеское доверие и поддержку отношения подобные отношения отца дочери к маленькой девочке отношения подобные отношению сына к матери благодарность за заботу и желание делать подарки и ни одно из этих чувств не является предусудительным проблемным если она не становится доминирующим или единственным нет особой радости в любви дружбе если она например не согрета эресом прагма превращается в использование а родительско-детские детско-родительские отношения превращается в отношения доминирования зависимости такие мучительные садомо-мазохистические отношения и мне хотелось бы в этом контексте еще сказать что важно действительно задуматься сколько оттенков любви существует потому что вот недавно обратился обратилась женщина девушка да что мы с мужем будем расходиться потому что мы никогда друг друга не любили и и и все вот так вот и и и не хочу это сохранять но глядя на ее жизнь них двое детей у них хороший дом да то есть они смогли это построить это невозможно было бы сделать и жить в общем-то мирно все это время если бы не было каких-то аспектов любви может быть чего-то романтического то что она себе придумала еще давно давно в юности в их отношениях как бы и не было но было много другого и важно понять что это их особое соотношение вот это вот такой любовный напиток вот вот это все оттенки любви они у них так смешаны и можно принять как это у нас есть любовь но она такая может быть каких-то но так не больше каких-то меньше и тогда совсем по-другому уже можно смотреть на эти отношения а вот это вот слово что мы друг друга никогда не любили она как бы перечеркивает все то хорошее что в их жизни было и ей при том было совместно не было совместно я хочу сказать что важно стремиться чтобы все элементы круга любовных отношений гармонически сочетались ни одно из них не было упущено и все виды любви и все аспекты отношений но тогда я думаю секс будет наполнен особой силой или смыслом и да мы будем тогда ведь о сексе в узком понимании этого слова для того чтобы круг любовных отношений стал реальностью самое важное что должно происходить между мужем и женой это взаимопонимание основной причиной нарушение взаимопонимания есть незнание о том что у мужчин и у женщин разная психология мы знаем о том что мужчина и женщина кричаются телесно да вот первенечные вторичные половые признаки но почему-то мало знаем и мало еще пока что так в обиходе большинства людей представление о том что мы по-разному мы это мужчина и женщина по разному воспринимаем события по разному воспринимаем стресс вот именно стресса я хочу на них отдельно остановиться это такой важный момент стресс когда человек в стрессе он в принципе хотел бы нуждается обостренно понимание с да с противоположной стороны от партнера от ну если это мужчина то от жены да если это женщина то от мужа и как раз здесь непонимание она очень обостренно чувствуется и приводит таким сложным тяжелым последствиям вот я сейчас хочу сказать о том что мужчина и женщина принципиально по-разному реагируют на стресс если мужчины мужчины что-то произошло то он замыкается он закрывается он стремится отвлечься он способ мужчины преодолевать стресс это обесценивать то есть мужчина говорит дает ерунда и закрывает и закрывать и старается об этом не думать их самое главное он старается об этом не говорить есть женщина на самом деле когда вы хотите узнать что у мужчины произошло вы заставляете его заново пережить этот стресс то есть он должен отказаться от этой тактики которая действительно ему дает облегчение ему для того чтобы пережить стресс нужно помолчать когда он пересказывает заново он еще раз переживает стресс он еще раз переживает состояние что что он неудачник то что у него не получилось то что у него какие-то неприятности не дает ему возможности снизить значимость и важность того что произошло и вообще в принципе так мужчин очень так мужчин настраивать самого детства да они говорят вот ты должен терпеть ты должен не обращать внимание что тебе больно ты должен как бы подняться самостоятельно и без посторонней помощи мужчина уважает себя до мышь нему неловко признаваться в этом своей любимой женщине жене о том что у него неприятности тогда еще добавляется не только я не справляюсь у меня там неприятности а еще и ты будешь обо мне думать что я неудачник это вдвойне обидно это дополнительный стресс и напряжение и реакция женщины отметил на стресс она прямо противоположна женщина наоборот чаще всего стремится найти поддержку возможность рассказать поделиться тем что с ней произошло и при том она стремится описать это во всех деталях и нюансах и чаще всего женщина не обесценивает как это делает мужчина а преувеличивает так вот ярко описывает то что с ней произошло гиперболизируя проблему мужчине в этот момент кажется что она из мухи слона делает самое важное это нужно знать мужчинам самое важное что когда женщина выговаривается вот так вот да описывает то что с ней произошло ей становится легче и она успокаивается а вот если мужчина будет описывать все что с ним произошло да еще в деталях когда его жена его женщина захочет от это услышать ему становится еще тяжелее становится еще хуже и когда жена видит что у мужа проблема то чаще всего она делает так она говорит расскажи мне она предлагает свой способ облегчения свой способ пережить эту ситуацию а поговорить а мужчина на это реагирует так как должен реагировать мужчина говорит ничего не произошло это ерунда женщина чувствует что что-то не так но я же вижу я же вижу что с тобой что-то не так хочу знать расскажи мне и она задает еще еще один вопрос ей кажется что он если он не хочет делиться если он не хочет рассказывать значит он ее не любит скрывает что да он как-то вот живет уже своей собственной жизнью какой-то совершенно вот закрытой от нее он какую-то часть жизни очень важную часть жизни не утаивает и тогда у нее может возникать обида на это или какие-то подозрения или какие-то ощущения что у нее обманывает даже или еще что-то такое негативное а на самом деле и просто нужно знать что мужчине со стрессом нужно справляться в одиночку и самый хороший способ помочь ему это просто увидев что у него что-то так сказать ему ну прямо или косвенно может быть какими-то другими фразами что у тебя все получится ты у меня всегда успешен и ты с этим справишься мужчине это даст ощущение что его женщина ему доверяет она в него верит и он действительно через какое-то время справится возможно он когда найдет себя в себе да когда он каком-то таком внутреннем молчании или отвлечении от своей проблемы опять вернется в хорошее ресурсное состояние он и расскажет и поделится и тогда для него это будет не тяжело и не будет неприятно а для женщин да для для женщин очень важно чтобы их слышали чтобы побыли с ними когда вот она рассказывает о этом событии помогли ей пережить это и мужчинам тогда хорошо бы знать о приемах активного слушания психологии об этом много и просто подробно описано что находясь рядом с человеком которого вы выслушиваете желательно смотрите ему глаза принимать ту позу в которой он находится например съесть напротив если человек сидит или встать если человек ходит может быть тоже пройти с ним также по кухне и почувствовать а как как эти эмоции человек переживает при том в ответ не обязательно много говорить и вообще можно обойтись такими небольшими междометиями да да я тебя слушаю очень интересно а как это было главное не сделать так как мужчина реагирует на стресс он может дать женщине совет который ей абсолютно не подходит то есть он может сказать да не заморачивайся это ерунда или придумать способ как это нужно по его мнению мужскому решить да в активном слушании самое главное не советы а то что вы увидели услышали эмоции этого человека я вижу как ты расстроена этим событием я чувствую как тебе тяжело от того что произошло я можно да там восхищаюсь и радуюсь тому что ты смогла справиться хотя бы так ну то есть дать ей поддержку что у нее тоже в жизни не никчемная какая-то да что все-таки у нее действительно сложная ситуация и как могла она и понять что для нее это действительно значимо пусть для мужчины изнутри кажется что это что-то несерьезное но для нее это действительно значимо и когда мужчина понимает что действительно значимо женщина чувствует что мужчина ее уважает что он ее принимает да что он ее понимает и слышит очень часто женщины говорят он меня не слышит даже когда слушает да вот это такой интересный момент он может слушать но не слышит потому что по его замечаниями попыткам да как-то вот исправить то что женщина подает как для мужчины по его мнению как проблему которую нужно решить на самом деле ему просто нужно выслушать внимательно выслушать и тогда большая часть этого напряжения у женщины она уменьшится ей важно получить эту поддержку и и конечно 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 я хочу сказать и что это для мужчины сложно это для мужчины сложно во первых потому что когда он слышит от любимой женщины что ей плохо он это слышит как скрытый упрек и ему становится действительно он тоже попадает в ситуацию стресса у моей женщины проблемы и я в принципе несу ответственность за нее и у нее вот так вот да и как то что нужно делать как то нужно помочь у него появляется желание помочь но помогает он по-мужски а следовательно не помогает а наоборот вредит и ему часто бывает сложно действительно слушать в этот момент ему как бы нужно самому себе сказать это нужно моей женщины я хочу научиться это делать правильно если я смогу дать ей то она в ответ в другой момент тоже ответит мне тем же тоже ответит мне пониманием и другой стороны женщина когда она поймет что мужчину не нужно дергать тот момент когда у него стресс когда ему тяжело и плохо и оставит его на время в покое наберется терпение справиться со своей внутренней тревогой до что что-то происходит а я не знаю как помочь ему и мужчина от меня отдаляется то тогда общение не будет заканчиваться таким ощущением что вот не нужна была такую тяжелую минуту поддержка да а самый близкий человек и и не только не оказал а сделал еще хуже важно запомнить что момент стресса женщины достают мужчин расспросами а мужчины не слушают и не слышат женщин и так начинается процесс отчуждения который может привести более таким серьезным последствиям конфликтам разрыву иногда даже доходит чуть ли не вплоть до развода и чтобы этот процесс не заходил слишком далеко нужно помнить еще об одной важной вещи о том что когда вы ссоритесь а мы уже говорим да когда вот этот затянулась и перешло на стаду на стадию спора а потом ссора потом возможно даже скандала что чаще всего мы делаем одну такую просто глобальную ошибку если ее не делать то можно очень многое решить мы оценивая поведение человека часто незаметно для себя переносим эту оценку на личность навешиваем ярлыки да то есть мы говорим не о поступке человека и не о том что вот сейчас возможно он поступил нехорошо и ошибся даже в своем поведении а то что он загоре бесчувственный такой да он дурак он сволочь он меня хотел обидеть он обижает меня если действительно внимательно посмотреть на то что происходит то человек делает неправильные поступки он делает глупость но он не дурак он может быть делает то что может расцениваться как подлость но он не подлец человек имеет действительно и мы должны признать друг у друга в первую очередь муж и жена что человек имеет право на ошибку он имеет право на неправильное поведение но это неправильное поведение не свидетельствует о том что он подлец или козел И смотреть на это как на поведение, которое можно скорректировать, то у человека всегда есть шанс измениться. А если повешен этот ярлык, то о чем говорить? В ответ сразу же хочется действительно встречное обвинение по принципу дурак сам дурак. И начинается скандал, выворачивание всего грязного белья, всех обид, которые когда-то уже были причинены, и реальных обид, и надуманных. И обе стороны в этом запале гиперболизируют негатив и забывают о позитиве, который у них в жизни наверняка был, есть и может быть дальше. И если бы они просто воздержались от оценки личности человека, а говорили о том, что он делает неправильные поступки, то в стадии какого-то спора можно было бы не переходить к ссору и скандалу, а как-то найти взаимопонимание. При том я хочу сказать очень важную мысль, вот именно в этой точке, что мы считаем, что говорить, иногда спорить важно и нужно. Только не нужно доводить это до скандала. Нужно искать взаимопонимание, потому что если принять другую тактику, часто бывают люди, зная о том, что маленькая размолка, потом спор, потом ссора, потом скандал, и заканчивается, конечно, очень неприятно и тяжело, они пытаются вот где-то на стадии размолвки, ну как бы уйти от разговора, да, и как бы вот, ну, вообще не говорить. О чем-то важном, сложном или о том, что вызывает ссор. Как первичная попытка решить, да, я согласен, это правильно и нужно. Но вот представьте, вы один раз ушли от такого острого угла, да, второй раз ушли от... А ведь проблемы не деваются никуда, они-то остаются. Необходимо обсуждать. И со временем это тоже превращается в колоссальную проблему, потому что вы о чем-то не говорите, вы в какую-то часть своей жизни, вы как обрубили, да, и у вас теперь с любимым человеком нету контактов в чем-то, да, и вот здесь уже абсолютно отдельно друг от друга. Это со временем очень серьезно сказывается. Это вызывает такое длительное отчуждение, и вы все больше и больше дистанции между вами. Поэтому нужно и важно говорить. И конфликт, и даже кризис, он не обязательно ведет к негативным последствиям. Если правильно пройти, а правильно пройти помогает чувство, что вы любите друг друга. И в какой-то момент именно об этом важно вспомнить, что вы любите друг друга, и вы много друг друга значите. И тогда как бы посмотреть на это как бы со стороны, как бы от третьего лица. Кстати, есть очень хороший такой совет, такая вот маленькая уловка психологическая. Если удастся, у вас очень многое изменится. Вот в пылу спора напомните о том, что вы любите этого человека, а потом попробуйте посмотреть на это как муха смотрит на вас со стороны, вот где-то с потолка. Вот что между вами происходит сейчас конкретно? Если вам это удастся, я думаю, пыл и как бы страсть этого спора, ну, как минимум процентов на 20 уменьшится. Это третья позиция, да? Это выйти за пределы системы, двух человек, которые ссорятся, и посмотреть на это со стороны. И увидеть больше, увидеть, что за этим конфликтом, как он развернулся. И что-то понятие, и возможно, даже уже захочется остановиться сразу. И тогда вы сможете как-то вырулить. И тогда интересно, что конфликт может перерасти в новую стадию понимания друг друга. Вы развяжете этот узелок, вы сможете вот в этой какой-то сложной точке понять и почувствовать друг друга. Поверьте, вот это ощущение тепла, которое возникает, когда вы нашли в этой сложной точке взаимопонимание, это такое ценное достижение, такая радость от этого, что это того стоит, чтобы пройти через этот сложный путь. И ваш конфликт и ваш кризис, он просто показывает, что есть что-то нерешенное. И это не страшно. Это просто нужно решить. И в этот момент, когда вы спорите, когда вы высказываетесь, просто становится что-то яснее. Главное понимать, что не нужно воевать друг с другом, что ваш близкий человек не враг. И тогда вы можете в конце концов превратить конфликт, кризис в новый взлет. И в конце нашего тренинга мы хотим вам сказать Любите и уважайте друг друга. И тогда к вам придет благосостояние. С вами были Павел И Мария Субтитры создавал DimaTorzok